Здравствуйте! Меня зовут Сергей Ведовчич, и я отвечаю за коммуникации в RAPNCC. Мне кажется, что очень классно, что мы добрались до этого момента. Я работаю с ЕНОК с 2011 года, когда они начали эти встречи, и я вижу, что наше комьюнити разрослось, то есть оно усилилось, наше сообщество становится шире и взреет с того момента. И сейчас реально мы являемся таким успешным сообществом, на самом деле. Это большое достижение для всех нас, для каждого из вас, кто является частью нашей группы, нашего сообщества от данного региона. У нас 240 людей зарегистрировалось, что является большим показателем. Многие из вас заинтересованы в тренингах, которые мы проводили ранее с утра. Я заметил, что некоторые сессии были достаточно дознятыми, это классно. Мы рады давать вам дополнительную информацию полезную для вас. Также у нас достаточно международная такая здесь группа. Есть русские люди из других частей региона, из Европы и даже США. Все отлично видит такой микс, такую смесь в зале. Можно ли просто спросить? Я так всегда делаю, на самом деле. Хочу понять, с кем я разговариваю. Поднимите руки те, если это ваша первая конференция ЕНОК. Первая? Можно выше? Ну, не так много, на самом деле. Ну, добро пожаловать на вашу первую встречу. То есть 10 с чем-то вас. Я рад, что у нас все еще есть новые лица, которые к нам присоединяются. То есть я так подозреваю, что те, кто не подняли руки, они были уже с нами с предыдущих встреч. И они уже к нам возвращаются с предыдущих встреч. Поэтому наши ветераны могут вам помочь, если у вас какие-то вопросы. Это не первый раз, когда мы в Украине. Мы уже в Одессе работали несколько лет назад. Это был ЕНОК-3, кажется, в 2013 году. Потом, год спустя, мы были в Киеве на ЕНОК-6 в 2014 году, если правильно помню. Это наш третий случай уже в Украине работы. И мне нравится Одесса. Я рад быть в Одессе. Мне очень нравится этот город. Я уверен, что многим международным нашим гостям так же здесь нравится. Как я и говорил, я представляю RIP-NCC. Мы являемся одни хозяев этой встречи. Еще по логистике и по другим вариантам. Просто она помогала компания Хостмастер. Эти встречи действительно по бюджету достаточно дороги. И RIP-NCC очень много вкладывает своих средств. Но также нам нужна помощь от спонсоров, чтобы такие встречи могли состояться. Поэтому финансово-логистически нам помогают. Вот эти спонсоры, посмотрите на них, они нам очень сильно помогают. Пожалуйста, знакомьтесь с ними. Кто-то помогает с переводом, с логистикой. У нас реально очень серьезная поддержка от местных игроков, чтобы эта встреча могла состояться. Большое спасибо за это им всем. RIP-NCC и регион, в котором она работает, это 76 стран. На достаточно большой географической площади. Соответственно, для нас очень важно, чтобы мы могли общаться со всеми представителями этих регионов, всех сообществ, с которыми мы работаем. И наши встречи единоко не помогают этому. Мы очень ценим эту возможность и поддержку, которая оказывается в нашей встрече. RIP-NCC представлено здесь 10 сотрудниками. Чуть-чуть более чем 10 сотрудниками. Можно попросить их встать. Вот это наши сотрудники. Спасибо. Но постойте, постойте. Не садитесь, пускай на вас хорошо посмотрят. Если есть какие-либо вопросы, которые вы хотели рассудить с нами, с RIP-NCC, это люди, которые могут вам помочь и ответить на ваши вопросы. Если они не могут ответить на ваши вопросы, я уверен, что они вам помогут найти того, кто ответит. Спасибо нашему персоналу. Аксель, не станьте себя, пожалуйста. Все остальные сядьте. Мы даже призвали Акселя Павлика. Это управляющий RIP-NCC. Он также работает с нами. И он также будет иметь возможность ответить на ваши вопросы, если у вас будут. Спасибо, Аксель, что приехал. Еще один особый гость. Найджел Титли. Найджел, можно попросить подняться. Спасибо. Это председатель. Совета директоров RIP-NCC. Я уверен, что он с удовольствием также ответит на свои вопросы, если у вас будут. Спасибо, Найджел, что ты приехал. Итак, это мы. Это те, кто задействованы в этой работе. У нас есть helpdesk. Есть конкретные вопросы. Работают там, за дверьми. Анна и Марка ответят на ваши вопросы. У нас четыре русскоговорящих сотрудника, которые работают с нами на этой встрече. Анна, Максим, Антон и Виктор. Все говорят по-русски. Может быть, даже двое из них говорят по-украински, если будет такая необходимость. Таким образом, воспользуйтесь ими. У нас также есть перевод. И многие из вас говорят по-английски. Поэтому, если у нас есть какие-то вопросы, если увидите, что кто-то не может нормально общаться, вы можете без проблем подключиться и помочь, если сможете с языком. Горя выступлениях, мы просим всех вас принимать участие в этой встрече, для того, чтобы мы могли обменяться идеями, обсуждать идеи, чтобы вы могли продолжать то, что вам презентуется. Если у вас есть вопросы по презентациям, подойдите к микрофону, представьтесь, чтобы вы понимали происхождение этих вопросов. Назовите свое имя и ставьте вопросы выступающим, чтобы у нас могла быть здесь дискуссия. То есть, микрофоны стоят по всему залу, поэтому не стесняйтесь, подходите и выступать. Так, итак, у нас есть местная принимающая сторона. Райп Ази также составляет секретариат ЕНОК. То есть, мы занимаемся логистикой, отелями, местом проведениями. Но очень сложно, потому что мы находимся в Австердаме. Оригинальные встречи приходят по разным, в разных точках у нас крупного региона. И эта встреча ЕНОК также работает при поддержке компании Хостмастер, которая нам помогает с знанием о местной системе, о местной обстановке. Вся местная работа, которая делается в Украине, она делалась ими. То есть, они действительно очень много вложили в нашу встречу, за что им огромное спасибо. Олег Кличенко есть здесь? Олег? А, вот он. Олег, можете подойти? В качестве одного из распорядителей вы фантастически проработали. Я хочу, чтобы вы несколько слов сказали нашим участникам спасибо.